В эфире Народное славянское радио. Здравия всем! С вами Народное славянское радио и Содружество единомышленников Рада Божия. Мы сегодня продолжаем цикл просветительских передач о нашем наследии. И тема будет посвящена тантре, йоге и Рада Божию, сходствам и различиям. И главный соведущий, представитель единомышленников Рада Божия, Всеслав Глоба. Здравия, Всеслав! Здравствуйте, слушатели! Здравствуй, Алексей! Насколько я понимаю, предложенная тобой тема возникла не просто так. Ты так к этой теме подошел, потому что очень много вопросов по тантре, йоге. И, скорее всего, вопросы такие, имеющие под собой, скажем так, подводные камни. Такой айсберг сверху красиво блестит, а вот что там внизу под водой не совсем понятно. Извытки, наверное, вопросы. А что такое тантра, йога? Почему там столько много всего интересного и сексуального? Угадал? Да. Шел к этому долго. И в соответствии с ведами, которые не рекомендуют раньше 50 лет к этому подходить, я и не подходил. А поскольку мне уже гораздо больше 50 лет, то пора бы и подойти, потому что это не просто одна из самых высших йог. Это йога, которая развивает у нас любовь к Богу наибольшей степени, поскольку даёт возможность эту любовь проявить в реальной материальной жизни. Уже без привязки к, как ты правильно сказал, кексу. Хорошо. Хороший такой начал у нас получается. Понятно, что многие молодые люди ищут именно вот этого кекса в своих каких-то жизненных интересах. Или, вернее, жизненные интересы, связанные с гормональным фоном, вызывают обращение к этому кексу. Но всё-таки тантра, йога. Вообще слово йога довольно, скажем так, неоднозначно принимается в нашем российском обществе. Кто-то говорит, что это индусятина, кто-то говорит, что нет, это у нас более что-то есть круто, оно к индусам просто попало. А поскольку своё забыли, оттуда идёт возврат, несколько упрощённый, несколько искажённый. Кто-то говорит, нет-нет-нет, подождите, ребята, йога – это вообще образ жизни, это не физические упражнения и так далее. С йогой-то ещё как следствие не разобрались. А мы уж хотим влезть в такое понятие, как тантра. Давай тогда для начала мы расшифруем, что такое йога и что такое тантра, чтобы нашим радиослушателям как-то разложить по полочкам те термины, которые будут часто упоминаться в нашей сегодняшней передаче. Давай, начнём с йоги, как ты уже и начал. Если мы обратимся к родной культуре, то одним из ярких, ну и к народным сказаниям, которые назывались сказки, кстати, чтобы сразу было понятно, наше древнее слово «сказка» означает «сказ о том, как было на самом деле». Подтверждением тому являются архивные сказки посольского приказа, хранящиеся в государственных библиотеках. Но уж в посольском приказе составляли юридические документы. И это как раз подтверждает то, что сказка – это юридический документ, то есть отчёт, сказ о том, как было на самом деле. Поэтому правильно произносить не «сказка», а «сказ как». Так вот, в русских народных сказках, ну, в славяно-арийских, так точнее скажем, чтобы не обижать никакие другие наши славяно-арийские народы, Баба Йога – самый яркий персонаж. Ну, один из самых ярких персонажей. И как раз это та самая хранительница «Врат Междумирья», которая сама занимается связью со Всевышним и с родными богами, и другим помогает обрести эту связь, и обретя её, добиться победы над силами зла и исправить мир к лучшему. Соответственно, отсюда давайте и плясать. Что же в слове Баба Йога такого вот неестественного? Оно абсолютно естественное. Если мы приблизимся к самому слову «йога», то мы там услышим два древних слова. Одно слово «яга», то есть «яг-я», если уж ещё древнее идти, это «огненное жертвоприношение». А по тем же сказкам мы знаем, что Баба Йога всё время совершала огненные жертвоприношения, только невежественные люди думали, что она жарит там детей и ест. А на самом деле она очищала детей силами огня и силами природы, для того, чтобы их сделать священнослужителями. То есть, как это сказать, образно сжечь мосты с их старой жизнью, с их мирским мировоззрением и перевести их на духовное мировоззрение. То есть, с «ягьей» понятно. Огненное жертвоприношение, то есть принесение в огонь в качестве жертвы, даров Всевышнему Прародителю и родным богам, а также в качестве жертвы, скажем так, свои недостатки, свои искажённые мировоззрения, которые богам-то, в общем-то, и не нужны. Но, по крайней мере, есть такая форма просьбы к богам сжечь всё то, что ненужное, и даровать всё то, что нужно. С «ягьей» мы определились. Есть ещё одно древнее наше слово — «иго». Отсюда, кстати, и слово имя «Игорь». «Иго» означает «истиногоя». То есть ещё по-другому можно сказать «управляющее воздействие свыше». Вспомним, мы же все как бы в христианской традиции росли, и все читали заповеди, там, Нагорную проповедь, заповеди Христа и так далее. Ну, естественно, те, кто пытался духовно развиваться в советское время, а другого ничего, днём с огнём было нельзя найти. Так вот, из Христос-то говорил, «Иго моё, не тяжко! Возьми свой крест и иди за мной!» Я в своей статье «Славяно-арийский духовный крест» или «Несут ли свой крест» в «Славяне-арии» всё подробно объясняю. Крест — это пересечение вертикальных чакр и горизонтальных чакр нашего сознания. И они образуют духовно-энергетический крест. Так вот, «Иго» — это взаимодействие нашего личного креста с крестом и Христа, и всех вышестоящих богов, которые управляют эволюцией человечества. Соответственно, «йога» звучит сейчас, а раньше это звучало как «ягья» и как «иго». И как «йога» тоже, кстати. Потому что путь и жертвоприношения, и путь под управляющим воздействием свыше, ну под управляющим воздействием Бога, само собой имеется в виду, то это путь ко Всевышнему. Так что ничего нового, всё хорошо забытое старое. Хорошо, и с тантры давай теперь разберёмся. Тантра — тоже наше слово, потому что если мы начнём копать, то мы увидим, что это словосочетание. Тан — это изначально основа бытия, утверждённая нашими богами-предками для жизнедеятельности в использовании этой основы. Ну я в статье «Тантра-йога, йога небесной любви», которая на сайте Рода Божия будет помещена, там всё подробно расписываю, но даже, то есть по буквам буквально, по понятиям. Но даже эти буквы «Тан» говорят о том, что это наше древнее слово. Возьмите слово «стан». Никому даже не надо объяснять, что это такое. Становище, стоянка, станок. Разве нужно объяснять этот смысл? Поэтому, если мы говорим о самом близком слове «стан», то есть «си-е-тан», то есть «это-тан». То есть как раз это место, где живут люди по благословению богов, потому что боги им это место заповедали. Мы уже в более предыдущих встречах с тобой говорили, что предки, пользуясь знаниями ведунов, жрецов, волхвов, селились на чакрах земли, пользуясь входными и выходными потоками. То есть со словом «тан» всё понятно, я надеюсь. «Тра» означает «триединство». Или утверждение «тэ-твердо», в соответствии с буквицей нашей. «Ра» — это изначальный свет Всевышнего Прародителя. То есть утверждение Всевышнего Света Всевышнего Прародителя. И что мы имеем? «Тантра» — это то место, где мы живём и живём по Божьим заповедям, утверждая изначальный свет Прародителя. А изначальный свет — это «ра», и мы его ведаем. Соответственно, ведание «ра» означает «вера». То есть «тантра» и «вера» — это вообще одно и то же. А йога — это путь. То есть это путь веры Богу. Вот вам и «тантра-йога». Интересно поворачивается. Хорошо. Разобрались с «тантрой-йогой». И теперь давай смотреть, какие же чаще всего вопросы задают. И, вернее, начнём, наверное, не с вопросов, а чем заманивают на «тантру-йогу» и что имеется в виду в современном представлении у большинства людей под «тантра-йогой». И так вот здесь написано, например, такое объявление. Занятия «тантра-йогой» помогут вам получить сексуальное удовольствие, экономить деньги и время на визиты в стриптиз-клубы. Ну, это вот как раз американский подход к «тантра-йоге». Можно сказать, даже невежественный подход, который говорит и о том, кто дал объявление, и о тех, кто на это подмагнитится. Дело всё в том, что «тантра-йогу» даровал людям Всевышний Род Прародитель через свои проекции в виде Бога Силы, которого сейчас индусы называют Шивой, то есть Отец Небесный, так по-простому, и Мать Небесная, Богиня Рожана, которая в индусской проекции зовётся как Шакти или Парвати, первичная, изначальная. То есть Отец и Мать всех живых существ. И если мы люди здравомыслящие, то мы понимаем, что Отец и Мать всех живых существ, то есть Род Прародитель с Богиней Рожаной, ну уж точно кексом не занимались, потому что для них это, ну я не знаю, вот представьте, может кто-нибудь представить двух богов, которые бы интересовались кексом. Ну это смешно, потому что для них, тех, кто интересуется кексом, также, ну как бы, они, конечно, по-доброму к этому относятся, так с пониманием, но также, как для человека, допустим, хомячки, которые очень хорошо размножаются, занимаясь там своим хомячковым кексом. Ну уж точно это, как бы, нам неинтересно опускаться до вот хомячкового кекса, поэтому и богам также. Но поржать-то надо иногда, так что пришёл на хомячков, взглянул и улыбнулся хорошо на сердце стола. Ну да, мы тоже любим хомячков, там и котиков, и собачек, но мы же не опускаемся до этого уровня. Соответственно, если это дал отец и мать всех живых существ, то речь идёт о любви, но никак не о кексе. Да, и тем более о зоофиле, как некоторые извращенцы. Давай сейчас вот ещё два высказания прочитаю, чтобы волноту картины себе представлять. В древних текстах по тантрическому сексу нет ни слова, ни говорится об индивидуальной духовности мужчины и женщины. Женщина там просто батарейка, мужчины же приёмно передающие устройства. Вот такие технические термины. Или ещё одно выражение. Тантра-йога имеет дело с Z-энергией. Эта энергия течёт по диагонали. Считается, что диагональная энергия даёт возможность узнать волю Бога. Ну вот я в статье об этом как раз говорил. Вот это всё звучит, как старая советская песенка. Три аккорда, три аккорда, я тебе сыграю гордо. Потому что большее количество аккордов музыкант просто не знает. То есть, ну, демонстрация невежества. Других слов на ум не приходит. Хорошо. Есть и высказывания другого плана. Например, тантра-йога – это парная йога, йога с партнёром, в которой упражнения выполняются при помощи партнёра, выполняя упражнения парной тантры и йоги. Партнёры помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы, растяжки. Работая в паре, они получают возможность облегчить упражнения и выполнить прежде недоступные асаны. Ну, всё опускание на уровень физической культуры. Хотя нельзя сказать, что это неправильно. На уровне физической культуры правильно. Но кроме этого есть ещё душевная культура и духовная культура. Ну, давай ещё тоже два прочту отсюда же. Тантра – это методики самоанализа, развивающие чувственность и сексуальность. Тут сексуальность уже присутствует. Или вот, тантра-йога – это система индуистских, буддийских, даотских методов самосовершенствования человека путём пробуждения, трансформации и осознанного использования сексуальной энергии. Вот видишь, здесь сексуальная энергия присутствует. Какой-то духовности здесь не очень говорится. Но, во всяком случае, вот физика и сексуальная энергия. Ну, опять же, вот три аккорда я тебе сыграю гордо. Только чуть-чуть на другой гитаре, да, и с другой стороны. Да. Ну, мы взрослые люди и понимаем, что любовь многогранна. Она содержит в себе и кекс в том числе. Но, скажем, по отношению к богам и людям, если боги даровали людям тантра-йогу, то это примерно так же, как люди пытаются обучить хомячков большой божественной любви, а хомячки просто занимаются кексом. Но бывают же среди хомячков просветлённые. И вот эти вот как раз могут постигать божественную любовь. Поэтому она была дана в дар для тех, кто будет заниматься духовным совершенствованием и познает эту божественную любовь, которая приведёт его обратно к отцу и матери, от которых он отошёл и провалился, и погряз в материальном мире. Да, когда я говорил про хомячка, который так что-то более высокое ему доступно, я так представил хомячка, сидящего в некой позе в стороне других размножающихся хомячков и что-то там представляющего, медитирующего. Это интересно. Не встречал, честно говоря, такого хомячка. Это как раз-то и вызывает интерес богов и их, как Веда говорит, беспричинную милость. И в Ведах есть примеры всего этого. Например, один из просветлённых слонов обратился к богу Сиви, которого называют Шивой, ну и к другим божествам с просьбой освободить его от оков материального мира, потому что он уже прозрел. Он понимает, что нужно стремиться к богу, нужно преодолеть, скажем, привязанности материального мира. А ему к богу говорят, ну ты ещё слон, ты даже человеком не был. Но ты потерпи, потерпи. Ты пока совершенствуйся в своей Дхарме, исполняй своё предназначение как слон. А придёт время, мы тебе поможем. И когда возникла ситуация, ну долго Веда пересказать не буду, что один из сыновей Сивы и Парвати, Сивы и Шакти, можно сказать, Шивы и Шакти, то есть рода и рожаны, проявленных в нашем мире, в доступных для понимания человека форме, оказался без головы. Там длинная ведическая история. Но случилось так, что оказался он без головы в результате несчастного случая. И тогда нужно что-то было срочно делать. Его голова, невозможно было её на место приставить, потому что это было нереально. Ввиду этого несчастного случая. Тогда боги подошли к этому слону и говорят, ты же просил освобождения. Ты готов, что мы возьмём твою голову? Ты и слоном останешься, и богом станешь одновременно. Он говорит, всё что угодно, я на всё что угодно готов. И тогда его голову взяли, он её принёс как дар, жертву богам. Вот тело там, естественно, кремировали, а голову приставили к сыну Шивы. Так это и есть тот знаменитый Ганеш со слоновей головой. Таким образом, дали спасение, освобождение просветлённому животному. Другой случай в ведах описано. Значит, змей Шеша. Он возненавидел своих родственников за коварство, ложь, подлость. Попытки постоянно делать гадости и своим ядом отравлять жизнь себе и другим. И он вошёл в аскезу, он там очень долгое время совершал большие духовные подвиги. Он почти убил своё тело, не желая быть змеем. И тогда Брахма или Сварох в нашем современном понимании обратился к нему. Зачем, Шеша, ты себя мучаешь? Он говорит, я не могу смириться с тем, что я змей. Я не такой змей, как все. Я хочу любить Бога, я хочу совершать добро. Он говорит, ну так ты ещё должен стать человеком. Он говорит, нет, не могу я дождаться этого всего. Мне противна вот эта змейная природа. Или я себя убью и превращусь, ну просто в океан сознания, сольюсь со Всевышним прародителем. Или помоги мне как-то с этим всем справиться. И Сварох ему говорит, хорошо, ты лучший из змея. И ты сила, и ты духовная сила, и любовь. Раз ты осознался, раз ты готов служить Богу по высшему разряду в духовной сфере, тогда поддерживай Матушку Землю своей силой, чтобы она лучше исполняла свою дхарму, своё предназначение. И с тех пор он возрадовался, что саму Богиню Земли он будет поддерживать. И с тех пор она стала устойчивой, и он её держит по сей день, исполняя свою дхарму. То есть в ведах об этом говорится и неоднократно. Хорошие примеры. Давай теперь вернёмся к теме, которую мы с тобой раскручиваем, раскрываем для понимания. Всё-таки тантра-йога, мы видим, что есть древнее понимание, а есть извращённое, упрощённое, как хотите это называть, которое сводится или к практическим упражнениям, или к развитию себе сексуальной энергии, или, проще говоря, к исполнению своей похоти. Вот как нам отсюда уйти, и как нам понять ту самую тантра-йогу через наше наследие? На самом деле всё просто. Для чего родители ложатся в постели? Ну, наверное, поспать. Нет, они ещё ложатся для того, чтобы воплотить своих богов-предков. Но воплотить богов-предков в статусе богов с помощью секса невозможно. С помощью секса придут низшие души, которые соответствуют энергиям низших чакр. А боги воплотятся только в том случае, если их зачинают от сердечной чакры и выше. То есть чакра лада и леля — это чакры небесной любви. Ну, то, что в классической йоге индусского типа называется анахата-чакра. У нас это целых две чакры — лада и леля. То есть мужской аспект — ладо через о. Солнце мы часто называем наш ладо. Князя называли наш ладо. Царя также называли. То есть наш дарователь любви. А леля — это богиня любви. Можно еще сказать, что это энергия совести и интуиции. Совесть имеет мужской аспект, интуиция — женский аспект. Так это низшие чакры для воплощения богов. То есть сердечная чакра — это самая низшая чакра для воплощения богов. А дальше ведь идет чакра уста, которая там в классике Вишутхой называется. Чакра чело, которая третьим глазом или ажной чакрой называется. И две верхние чакры, которые в объединенном своем значении называются родник или сахасрара чакра. Но их там две. Одна, где у нас волосы завиваются, это более к роду подсоединение идет. А вторая темечка — это мягкое место у младенчиков. Так вот, и эти чакры участвуют в воплощении богов и высокодуховных предков. А кекс раскручивает только две нижние чакры. То есть это две стороны одной медали, но стороны противоположные. Поэтому с помощью кекса люди теряют жизненную силу, она проваливается через нижние чакры в нижнюю нави. И приходят существа нижней нави. Они ходят на двух ногах, но всех интересы на уровне демонических существ. Сейчас это называется поколение Пепси. А над сердцем и выше пришедшие на этих чакрах. Но при этом родители делают как бы внешне то же самое. И на энергии оргазма эти души подтягиваются. Но на какой чакре этот оргазм происходит, мы вот только что сейчас об этом и разъяснили нашим слушателям. Поэтому кекс с любовью соотносится только так, как любовь людей и хомячков. Поколение Пепси выбирает кекси. Ясно. Хорошо. Вот прозвучало слово любовь. И понятно, что любовь – это где-то должно быть повыше, всё-таки пупка, да? От сердечной чакры и выше. Понятно, что слово любовь – это не просто так, это люди богов или бога ведают. То есть, если такие слова присутствуют, а многому это говорит. А вообще слово «секс» здесь тоже ты в статье разбираешь своей. Слово «секс» надо тоже как-то её расшифровать. Что это означает? Ну, чтобы не затягивать внимание, я просто уже вывод скажу. Я там тоже расшифровываю это с точки зрения древнесловенской буквицы. А это означает «это в это». Вилка в розетку. Ну так, можно сказать. Чисто механический процесс. То есть, скажем так, данный нам инструментарий для того, чтобы что-то делать. А вот где этот инструментарий, с какой целью применяется, это уже зависит от уровня развития человека, от уровня развития тех чакр, которые выше пупка, и от понимания вообще, кто здесь человек, для чего он здесь, и что он хочет совершить, кого он хочет сюда призвать. То есть, какой мир он хочет получить. Если просто человек сидит, втыкает вилку в розетку, это, конечно, здорово всё. Телевизор может включиться, что-то показать. А вот что он будет показывать, это зависит уже от человека. И какую информацию он с телевизора получит, тоже зависит от человека. Какую он программу выберет. Он может смотреть какие-то ужастики, искажённые мультики, всякую бредятину. А может настроить телевизор на получение той информации, которая необходима человеку для развития. К счастью, такие программы ещё можно поискать, найти. Ну, опять же, телевизор мы не в том смысле, ящик, зомбоящик, а телевизор в нашем представлении. Вот, я думаю, такие образы у нас яркие нарисовались. Теперь можно дальше разбирать. И вот подошли мы к тому, что... Мы же не просто так говорим, мы говорим про рода Божия. И вот тантра, йога и рода Божия. Вот давайте теперь свяжем их между собой. И вообще можно их связать между собой? Дело в том, что их даже связывать не надо. Это одно и то же. Различия возникли только в терминологии и только на протяжении многих тысячелетий, когда у нас это уничтожалось, а братьев индусов мы своей кровью и верой сохраняли, как, скажем так, заповедник. И в заповеднике остались и веды, и ведические храмы, и ведическое мировоззрение. Кстати, из Паганина последние 50 лет, не более того, там ещё можно найти чистый храм, и ещё можно найти реально верующих людей среди братьев индусов, потому что это наше древнее, как я пишу в Махабхарата, памятник древнерусской, древнеславянской культуры. Можно найти сохранённые древние наши традиции, потому что мы туда пришли и использовали эту державу как часть нашей великой державы, всемирной, всепланетарной, славяно-арийской державы. Там климат, природные условия позволяют не думать о еде, она там с деревьев падает, не думать о утеплении, утеплённом жилье, там достаточно из тростника хижину от ветра и дождя собрать, ну типа шалаша нашего. И всё, можно заниматься духовными практиками. Ведь все даже цари, которые доживали до мудрости и правильного вывода о том, что пора уже искать возвратную дорогу к Богу, они уходили в лес. А это значит, что лес прокормит и не даст замёрзнуть, потому что, ну климат там хороший. Поэтому этот заповедник, духовный заповедник, до сих пор хранит наши древние традиции. Но, естественно, они кое-что там исказили в силу того, что всё-таки в Кали-Югу идёт общее падение уровня сознания. Поэтому некоторые термины звучат похоже, но не одинаково. Но из них можно всегда сбросить шелуху и найти истинное значение, истинный смысл. Мне так кажется, раскрыл ты тему очень хорошо по поводу того, что секс — это не есть то, что нужно делать, а это всего лишь навсего дополнение, инструментарий к чему-либо. А вот теперь давай вернёмся к тому, а что же делать, как не свалиться вот в этот секс, который, насколько я понимаю, просто отбирает энергию, да, даёт некую эйфорию, даёт некое представление о какой-то видимой благости и так далее, но при этом отнимается энергия. И вот как же нам теперь с этим совсем быть? Запугать-то мы людей запугали, а как вылезать-то из этой ситуации? Ну, во-первых, никто никого не пугал, потому что если кто-то хочет заниматься кексом, пусть занимается в своё удовольствие. В прямом смысле этого слова, да? В прямом смысле это же выбор каждого. Уд — это член, воля — это как бы вольное действие, то есть удовольствие — это дать волю уду. Но если человек хочет спустить всю свою жизненную силу, как и, кстати, в народе, так и слово и говорят, спустить, извините за выражение. То есть имеется в виду потерять семя во время оргазма. Так и флаг им в руки, а кто им запрещает? Но к тантра-йоге просто это никто никакого отношения, ни малейшего не имеет. И к рода Божию тоже. То есть, получается, дурят вас ребята, вы просто ведётесь на то, что вывеску имеют одну, а суть другую. Конфетка получается не совсем конфеткой. Упаковка — да, красивый фантик, а внутри может быть то, что на улице на каждом углу валяется после собачки, туда заворачивает, а вам под видом конфетки всовывают. Итак, чтобы нам вернуться всё-таки к... Для чего вообще нужна тантра-йога, рода Божия? Я так понимаю, что для того, чтобы мы призывали сюда наше потомство, наших родичей, родовичей, во всяком случае, да? Да, для эволюционных уроков. То есть жителей Небесной Руси, то есть богов мира слави, взрастивших свои девьи и тела души, до уровня великодушных существ. Ну, кто откажется, допустим, иметь в своей семье святого в качестве сына или дочери? Никто. Но почему-то никто не хочет никаких усилий к этому прилагать. Я уже 15 лет веду семинары по созиданию добродетельного потомства. Собирается горсточка людей. Горсточка людей. На всю огромную там державу, которая там входила в состав бывшего СССР. Ну, давайте тогда, может быть. Я тоже таким же образом подумал, может быть, эта красивая упаковка тоже кого-то привлечёт. Но вместо того, что собачка оставила, в эту упаковку будут упакованы ведические знания, культура и мудрость предков. Получается, что многие люди не просто не хотят, а многие люди могут просто не представлять, не иметь представления о том, что на самом деле они делают и что на самом деле с ним делают. С ними, вернее, делают. И что на самом деле потом появляется на свет после того, как они это сделали. Вот здесь надо, наверное, нам чуть-чуть эту тему раскрыть в этом направлении, что не всё так безобидно, как кажется. Так же не безобидно, как, например, сесть и стопочку вторую пропустить в хорошей компании, кружечку пива махануть, затянуться после этого или там матерком пройтись. весёленькими словами, рассказывая анекдот. Вот давай коснёмся этой темы. Ну давай. Вот возьмём веды и, скажем, проведём этапы эволюции сознания. В соответствии с ведами сознание эволюционирует. В минеральном царстве живые существа. Ну все же понимают, что даже современные учёные уже понимают, что кристалл — это живое существо, способное строить молекулярную решётку и совершенствоваться, совершенствуя эту молекулярную решётку. Таким образом, даже современные учёные признают, что кристалл алмаза является живым воплощением минерального царства природы, которое лучше всех умеет строить молекулярную решётку, оно даже металл режет. Затем сознание эволюционирует в растительном царстве, затем в животном, затем в человеческом. И вот тут вот самое интересное. Высшие, благородные животные, такие как орёл, олень, медведь, волк, то есть достойны уважения, они воплощаются среди людей, но на низшей уровне сословия человеческого общества. И они учатся очень быстро через любовное служение тем сословиям, которые эволюционно находятся выше. То есть тем сословиям, которые относятся к хозяевам, ещё выше воинам, ещё выше священнослужителям. А это сословия, ну, назовём рабочих. То есть они, делая работу по поручению хозяина, учатся быть хозяином. Они же видят, что хозяин имеет большое хозяйство, работников таких у него много. И у него прекрасная мельница, прекрасные поля, прекрасные постройки. И они тоже, видя всё это, быстро становятся хозяевами, через одно-два воплощения. В любовном служении, ну, пример, вот служебная собака. Она же любит хозяина беззаветно. Она готова за него в огонь и в воду. Она готова жизнь за него отдать. И в этом она приближается по уровню сознания к человеку. Потому что в его ауре, через его любовь, через совместную любовь, она и совершенствуется. Она в следующий раз рождается человеком. Это веды. А давайте теперь сравним то, что мы уже сказали. Когда на энергии оргазма живое существо подтягивается от сердечной чакры и выше, если этот оргазм происходит, и он выбрасывает энергию через верхние чакры, которые подтягивают эту душу, великую душу, к рождению на земле. Или он проваливается через нижние чакры и подтягивает к воплощению на земле, как уже срабатывает, как насос из нижней темной нави живых существ. И чтобы не быть уличенным, в кавычках уличенным, конечно, в экстремистских высказываниях, которые мне ужасно чертели эти уличения в кавычках за два уголовных дела, которые сфабрикованы, я просто процитирую Александра Сергеевича Пушкина. Вот пусть его пытаются привлекать к экстремизму. А он писал, «Родила царица в ночь не тот сына, не тот дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку». Вот что такое энергия оргазма во время секса, которая приводит к зачатию. Александр Сергеевич Пушкин. Я тут ничего не сказал. Сослались на классика. Теперь давай рассмотрим. Понятно, что незнания, неведания ведут к таким вот неприятностям, и в дальнейшем вот эта зверушка, она начинает жить в этом мире и начинает доставлять кучу проблем для папы, мамы, для всего общества. Потом папа с мамой, дедушки с бабушками ломают руки, говорят, ну в кого ж ты такой пошел? С этим все разобрались. Да, и заканчивают они свою жизнь в доме для престарелых, куда их выгнали ради получения их квартиры. Да, если доживут, а то, может быть, и на месте придушат. Но это мы так, опять же, я несколько краски сгущаю, как бы у нас добрый следователь и плохой следователь. Вот плохой сегодня я. Да, а куда деваться? Вот такая жизнь у нас. Ну что ж, теперь давай говорить о том, что страху ты нагнал. Вот ты говоришь, что страху не нагонял. Вот я слушаю, как вот слушатель простой. Я понимаю, так, сюда не ходи, здесь по башке дадут, сюда не ходи, здесь зарежут, здесь не прыгай, потому что провалишься. А что делать-то? Где получить эти знания? Учиться любить. Давайте еще тогда подведем черту вот под словосочетанием тантра-йога. Я уже не один, как бы, трактат по ней изучаю, ну, ныне доступный, скажем так, для приобретения и изучения, потому что если еще более глубоко копать, то это нужно в нашу любимую Индию ехать, как заповедник, где еще можно добиться чего-то благоволения, какого-то Брахмана, чтобы он поделился древними текстами. Но даже исходя из того, что ныне опубликовано, речь идет о том, что тантра-йога предполагает путь правой руки и путь левой руки. Путь правой руки — это классические аскезы, которые предусмотрены во всех других йогах. То есть целебат, обед безбрачия, и все другие правила и предписания, в общем, прекращение любой сексуальной деятельности. Ну и это естественно, потому что при сексуальной деятельности энергия проваливается через нижние чакры и не хватает энергии для эволюции. То есть йога и секс делают вещи несовместимые, в принципе, и это так. Но есть путь левой руки в тантра-йоге, в соответствии с которым некоторые практики взаимодействия мужчины и женщины не только на энергетическом чакровом уровне, но и даже в физическом контакте применяются как способ преодоления оков материального мира при отождествлении партнёров с богом Шивой и богиней Шакти. И этих, ну в кавычках, сексуальных практик в тантра-йоге, ну скажем так, 0,3-0,5% от общего количества классических духовных практик. И это, скажем, с позволения учителя, который в теме и который знает, что этим вот двум йогам можно разрешить в мужском и в женском деле единение через вот тантрический ритуал, в котором йог отождествлён с богом Шивой или с Родом, если вот в нашей традиции правильно понимать, а йогиня отождествлена с Шакти или с Парвати, то есть богиней Рожаной. И они в этом священном действии совершают тренировочный обряд взаимоотношений для зачатия высокодуховного существа, а также тренировочный обряд для возгонки энергии в высшие чакры, которые в дальнейшем либо их собственную эволюцию ускорят в тысячи кратно, потому что плюс и минус дают взрыв, это любой учёный знает, взаимодействие полярных энергий, либо они воплотят божество, и то, и другое полезно для самосовершенствования. Так вот этих практик, ну пусть даже не ноль там с кем-то, с каким-то количеством процентов, пусть даже этих практик один-два процента, но 98-99 это классические йогатские практики. Вот, чтобы правильно понимали, что такое тантра-йога, и когда говорят современные, что это йога секса, ну это вызывает рвотный рефлекс. Вот я вообще, когда я лично, это моё личное мнение, слышал слово секс, у меня сразу ассоциация, рвотный рефлекс. Потому что о любви можно говорить только от сердечной чакры и выше. Если не пугать, как ты говоришь. Вот обычные люди, живут обычной жизнью, им достаточно просто любить, любить искренне, не хотеть, не двигаться там за зловом похоти, а любить, тогда у них будут рождаться нормальные дети, которые не являются поколением Пепси. То есть не надо заморачиваться, не надо пугаться, просто любите. А не умеете любить, учитесь любить. Для этого хотя бы читайте русские народные сказки, заповеди богов и предков, в которых везде красной нитью проведена мысль, что любовь — это люди бога ведают. Изведайте божественную любовь через любовь к Богу. Тогда вы увидите в своей супруге или в своем супруге воплощенного на земле Бога или богиню, которые пришли в этот мир для самосовершенствования по формуле «как жить, чтобы святу быть?» Вот наша древняя формула. И тут ничего нет страшного. «Живите по совести и в ладу с природой». Разве это страшно? Любите Бога и друг друга. Иисус Христос говорил «Возлюби Бога всем сердцем своим и возлюби ближнего как самого себя». Тантра-йога в упрощенном смысле слова. Хорошо. Теперь давай, наверное, мы перейдем к следующему моменту. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы с тобой говорили о, ну, скажем так, заповедях, о том, как хорошо жить по заповедям, как хорошо быть вот таким хорошим человеком. А теперь, есть ли где-то практические занятия? Вот, например, ты или соратники Родобожья могут дать какую-то основу людям для того, чтобы уже не на словах, а уже реально прийти на занятия и пощупать это все дело-то? Не вот эту сексуальную бездержность, разврат и похоть, а именно то, о чем вот ты здесь говорил. Не какие-то там физические упражнения в паре, а вот то, о чем мы сегодня с тобой общались. Да, есть возможность, потому что для тех, кто не хочет идти на семинар «Созидание добродетельного потомства», потому что в самом названии повышенная ответственность звучит. Пусть идут на тантра-йогу, йогу небесной любви, будем учить их небесной любви, никаких проблем. И это абсолютно не страшно, потому что первые две ступени доступны для каждого. Первые две ступени позволяют, во-первых, избавиться от ложной картины мира, от искаженного мировоззрения. Во-вторых, устранить страхи, комплексы неполноценности, обиды и, ну скажем так, состояние позиции жертвы. Ну это чистая психология, люди ищут, кто бы им помог вот от всего этого избавиться. Пожалуйста, на тантра-йоге или на созидание добродетельного потомства, потому что это две стороны одной медали. И плюс к тому, мы начинаем учить любить безусловно. Ну вот мы, взрослые люди, смотрим на понятие любви. Мы видим, как его сейчас запятнали, опошлили, осквернили и так далее. Но есть же безусловная любовь непререкаемая, которая никак не может быть осквернена. Например, любовные взаимоотношения родителей и детей. Это первая степень приближения к безусловной любви. Но там есть определенная доля корости. Родители считают, что дети им обязаны, они как бы им жизнь дали, теперь они должны там их слушаться и так далее. Но начиная с этого можно же идти дальше. Любовь между дедами и внуками, бабками и внучками. Там нет этой корости. Абсолютно. Вот кто знает на себе взаимоотношения с дедушкой и бабушкой, там чистая безусловная любовь. А если кому-то довелось с прадедушкой и прабабушкой общаться, то это чистейшая безусловная любовь. Ни малейшей доли корости. И младший понимает, что то, что говорит старший, он на собственной шкуре испытал, на грабли понаступал, по голове ручкой граблей пополучал. И сейчас он говорит только истину. Без замутненных там ложных установок и неправильного мировоззрения. Что он делится, любовно делится жизненным опытом истинной жизни. Вот прекрасный пример безусловной любви. Так, извините, а как сейчас относятся к дети к родителям или наоборот, или родственник к родственнику? Это же враги настоящие, которые прессуют друг друга со страшной силой по поводу и без повода, злоупотребляя родственными отношениями. Так вот мы учим прощать детей, прощать родителей, учиться слушать мудрость дедушек и бабушек на простых психофизических упражнениях в виде ролевых игр. То есть проще паренной репы, но дает возможность соприкоснуться с энергиями безусловной любви. Поэтому человек, который послушайте отзывы, вот есть отзывы о семинарах и текстовые, и видео, и аудио, те, кто сомневается, допустим, полезно это или вредно, послушайте эти отзывы, почитайте их в текстовом варианте. Если люди соприкоснулись с этим, у них тогда вот слово кекс будет вызывать рвотный рефлекс. Они божественной любви будут искать или человеческой, но безусловной, то есть без условий я тебе это, а ты мне то, потому что современный брак это узаконенная форма проституции. Я тебе квартиру, машину дачу, ты мне постерушки, готовки и сексуальные утехи. Где-то можно ознакомиться с расписанием или чем-то еще? Где проходить знания? Сайт Рода Божия. Сайт Культ Ура или Культура, но там через Дефис, чтобы было понятно, что это культ света, как минимум эти сайты. Понятно. Я чуть-чуть о Рода Божии хотел сказать, буквально маленький, краткий обзор. Как о нашей древней вере, как о нашем наследии, культурном наследии, которое родноверие, или старая вера, или Рода Божия, или просто родная культура, это все одно и то же. Или ведическое мировоззрение, это все одно и то же. Вот краткий обзор. Человек родился, его любят, его любят и учат, и к моменту своего совершеннолетия он уже знает, что такое безусловная любовь с помощью дедов, бабушек, прадедов, прабабушек, ну и родителей, само собой, только родители трудятся, а им занимаются предки. И вот зная, что такое безусловная любовь, он подходит к свадьбе. А свадьба это сва, это небеса, сияющие небеса, сва, де, бо, небесное деяние богов. И мы уже деды, прадеды там через отца предложили, вот в соответствии с твоим индивидуальным гороскопом есть набор индивидуальных гороскопов девиц или для девицы парней. И видно по ним, что вы в прошлых жизнях любили друг друга, ну либо как брат и сестра, либо как друг и подруга, либо как соседи, либо как друзья. У вас уже есть любовь, это видно в ваших астрологических картах. Выбирайте, с кем вы в этот раз, как с мужем и женой будете жить и воплощать предков для продолжения своей эволюции, тем самым совершенствуясь в этом всем процессе. С кем вы от сердечной чакры и выше будете духовно развиваться? И таким образом создаются не брак, хорошее дело брака мне назовут, а семейный союз. И все родичи участвуют в этом. У молодоженов происходит энергия оргазма на помноженное на мощь мужской половины двух объединенных на свадьбе родов и женской половины двух объединенных на свадьбе родов, которые в хороводах, в песнопениях, в танцах народных раскручивают эту детородную силу осознанно, понимая, что они делают и понимая, что они эту силу вбухивают молодоженов. Конечно, они первородного Бога воплощают, а потом они всю оставшуюся жизнь самосовершенствуются в любовном служении Богу, друг другу, семье, племени, роду и народу. И дай Бог, им они к концу своей жизни последнего воплощают на собственном знании и опыте, как первого на заемном опыте и знании родичей старших. Так они же приходят к тому, что они теперь и сами так могут вдвоем, как им вбухали эту силу человек 300 родственников по мужской и по женской линии. Тогда они и другим могут также помогать. Воплощая детей, они им передают весь этот опыт. И приходящие предки в качестве детей его перенимают. Получается, как снежный ком накопления опыта и духовного уровня. Это рода Божия. А теперь скажите, в чем она отличается от тантры йоги? Да абсолютно ничем, кроме терминов. Поэтому нет тут никаких страшных йоговских упражнений. Есть традиция родная, потому что йога — это связь с Богом, и не обязательно закладывать ноги за уши при этом. хорошо сказал. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Наверное, пожелаем что-то нашим радиослушателям. На волне сказано о большой и светлой божественной любви. Желаю всем нашим радиослушателям и научиться ее в себе взрастить и дарить другим. Благодарю тебя за столь интересную беседу. Напомню нашим радиослушателям, что вы слушали программу «Тантра, йога и Рада Божия. Сходство и различия», записанную совместно единомышленниками Рада Божия и Народным Славянским Радио. Желаю всем добра. Всего хорошего. До новых встреч. Услышимся. Народное Славянское Радио. Для непытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова